Всем привет! За долгие годы покупок в Китае у меня достаточно много скопилось разных зарядок для автомобиля. Но ни одна из этих зарядок уже не поддерживает современные протоколы зарядки Xiaomi 33W. Поэтому было решено купить вот такую зарядку 100W. Надеюсь она 100W, все тесты будут чуть позже. И протестировать насколько она вообще будет выполнять самую главную мою задачу. Это заряжать смартфоны, которыми я сейчас пользуюсь. Это Mi 11 Lite и Poco X3 Pro. Как вы знаете, эти смартфоны поддерживают 33-х ваттную зарядку. Также у меня есть Redmi Note 10S, он также поддерживает 33-х ваттную зарядку. И все последующие модели смартфонов, конечно же, тоже будут работать по данному протоколу. Поэтому, естественно, я решил протестировать, будет ли она работать с этими смартфонами в данном протоколе. Ну и конечно, такой зарядкой, судя по мощности, по описанию, можно будет заряжать, например, мой MacBook Pro и другие мощные устройства. Хотя, пока что на горизонте более мощных устройств у меня пока не ожидается. Выглядит она солидно. Учитывая то, что мощность целых 100 Вт, ну естественно, на USB-C порт она выдает. То для своей мощности, как бы, достаточно компактная. Выглядит минималистично, стильно. В комплекте идет хороший, качественный, длинный USB-C и USB-C кабель. Ну что ж, перемещаемся в автомобиль и тестируем. Сейчас буду тестировать новую зарядку Xiaomi. Знаменитая мощная зарядка. К сожалению, у меня нет возможности ее нагрузить на максимум, но я ее покупал и не для этого, не для того, чтобы грузить ее на все 100 Вт. Я ее покупал для современных смартфонов Xiaomi, которые поддерживают 33-х ваттную зарядку. И посмотрим, будет ли она выдавать данный ток и напряжение. Вставляю в прикуриватель, ну или теперь это называется просто силовая розетка. В принципе, все современные силовые розетки, они выдают спокойно до 120 Вт. Поэтому можно не переживая вставлять, ничего не произойдет. Значит, после того, как вставили, подаем питание на розетку. Загорелось зеленое кольцо. Я так понимаю, оно сигнализирует просто о работоспособности устройства. После этого я вот сейчас сюда подключил тестер, свой новый тестер, который я себе купил на Алиэкспрессе. Смартфон для теста буду использовать Redmi Note 10S. Это смартфон, который поддерживает 33 Вт зарядку. И кабель буду использовать Orico. Это вот такой вот хороший, мощный кабель, который поддерживает хорошую передачу данных. И большой ток заряда. Включаем. Пошла зарядка. Быстрая зарядка. Только быстрая зарядка. То есть, никакой турбозарядки, Mi Turbo, вот это, да, ее здесь нет, к сожалению. Так, соединяемся напрямую, без тестера, родным кабелем. Быстрая зарядка. И Mi Turbo Charge работает. Вот ради этого я и брал. Вопрос в чем? Вопрос в том, что тестер, как вы можете заметить, он не передает Mi Turbo Charge. К сожалению. Это очень-очень плохо. Поэтому я какие-то тесты этой зарядки, ну, в принципе, мог бы сделать. Но, как вы видите, тестер почему-то все подворовывает. Давайте попробую сейчас проверить проблему ли в кабеле. Хотя кабель очень хороший и дорогой. Я сейчас попробую подсоединить не родным кабелем, а вот этим вот кабелем Orico. Кстати, давайте посмотрим на то, какие расцветки есть. Я уже заметил, что поменялся цвет на голубой. Давайте еще раз я вытаскиваю из смартфона кабель. Вот зарядка поменяла цвет на такой бледно-белый, какой-то немного непонятный. И теперь я вставляю кабель. Вставил зеленый. Это голубой. Вот такая вот быстрая зарядка. А, да, он сразу переключается на Mi Turbo Charge. Так, проделываем все те же действия. Подключаем кабель Type-C. Так, пошла зарядка зеленый и превратился в голубой. Турбозарядка. Видите? Турбо. То есть, эта проблема не в кабеле. Кабель действительно высококачественный. Это проблема именно в тестере. К сожалению, вот этот тестер, он хоть и дорогой, хоть и крутой, там все дела. Но он ворует быструю зарядку. Наверное, из-за того, что здесь, ну, просто он не понимает этот протокол, фирменный протокол Xiaomi. Другой причины я просто не вижу. Поэтому на данный момент видно, что хорошим кабелем этот адаптер сделал то, что и должен сделать то, ради чего я его покупал. Я покупал ради 33-х ваттной зарядки, быстрой. Кстати, а хотите дополнительные тесты? Вот у меня есть зарядник, довольно старенький, ему где-то около двух лет. Это зарядник от Beisus. Стоил он всего лишь копейки, там 4-5 долларов на Алиэкспрессе. Они из двух видов. Два USB и USB-A, USB-C. Значит, они также поддерживают очень много всяких протоколов зарядки, но были выпущены, когда Xiaomi еще не представила даже 27 ватт свою зарядку. Вот эту фирменную, первую, быструю. Давайте проверим, сможет ли этот зарядник заряжать быстрой зарядкой. Может быть, вдруг каким-то чудом Xiaomi сможет подтянуть из него этот протокол. Значит, заряжать буду, конечно же, проверенным кабелем, то есть вот этим Ori.com. Смотрим, что пишет смартфон. Быстрая зарядка. Да, к сожалению, только быстрая зарядка, так что турбозарядки нет. В принципе, это и ожидаемо, потому что этому заряднику от Beisus ему уже около трех лет. То есть тогда даже и в помине не было этих протоколов, был только Quick Charge 4.0 и Power Delivery, по-моему, 2.0. В общем-то, все это он и поддерживает. И 4.0 Quick Charge, и Power Delivery 2.0. Но в любом случае, это очень хороший мощный зарядник, который я крайне рекомендую. Себя он показал вот за все время эксплуатации, никаких сбоев, все работает прекрасно. Ребята, хотите еще один тест? Я нашел тут у себя в машине кабель USB-C USB-C от компании ROG, который я тоже покупал на распродаже когда-то давно. Он поддерживал 60 Вт максимум, и это, в принципе, подкупило, потому что стоил он всего лишь пару долларов. Значит, этот кабель сейчас уже устарел, скажем так, по всем этим технологиям быстрого заряда, считайте, на три года. Потому что он был выпущен три года назад. Но давайте проверим, будет ли он работать с вот этой Mi Turbo Charge. Значит, вот он подключен к Redmi Note 10S. Давайте проверим, потому что это очень интересный тест. Стоит ли покупать новые кабели для быстрых вот этих супер-быстрых зарядок или достаточно старых? Смотрим. Быстрая зарядка пошла, и Mi Turbo Charge тоже идет. В итоге, какой можно сделать вердикт? Кабель современный, кабель старый USB-C, не имеет значения. Главное, чтобы старый кабель поддерживал большие мощности. То есть, это 40, 60 ватт. Ну, 100 ватт это уже современные кабели. Вот 60 ватт достаточно. У меня есть такие кабели от Baseus и вот от Roco. Так что можно смело использовать старые кабели, не нужно ничего нового покупать. В итоге, какой можно сделать вердикт? На данный момент он удовлетворяет полностью моим требованиям, и то, ради чего я покупал, он делает. Но, будет через время у меня нужная нагрузка, я смогу проверить, как он работает на выдачу именно 100 ватт на USB-C, когда мне придет хорошая качественная нагрузка. Сейчас у меня максимальная нагрузка, которая у меня есть, это 35 ватт, ну и смартфоны, которые поддерживают 33 ваттную зарядку. Больше ничего протестировать не могу, к сожалению. Даже несмотря на то, что у меня есть хорошие тестеры, у меня нет как раз-таки нужной мощной нагрузки. Я уже на втором канале выложу, значит, конкретно тест этой зарядки, именно с мощностью, с повышенной мощностью. Так что подписывайтесь туда, чтобы не пропустить. А пока что зарядка меня полностью удовлетворяет. И по цене стоила она около 20 долларов, там плюс-минус. И вот по мощности, а по стабильности работы, перегреву, я смогу рассказать об этом уже спустя только полгода-год.